Мы были начали правой рукой и помогали нам во всем. Ну а мы во всем тоже поможем вам. Казаков в свои ряды полицейские принимали в особо торжественной обстановке. Вручили свидетельства и дали понять. В колоритную дружину верят. На нее надеются. Это большое подспорье для нас, сотрудников полиции в охране общественного порядка. Зачем такое подспорье полиции, вроде понятно. А вот зачем общественная нагрузка казакам? Тем, кому неясно, объясняют. Оренбург это исконно казачий край, поэтому мы хотели бы вернуться на улицы города, нести своим присутствием жителям спокойствие, порядок. Хотели бы стать визитной карточкой даже в своем роде города Оренбурга. Возродить такое дело, как конные казачьи патрули. Это было бы, наверное, очень красиво и довольно-таки эффективно. Чтобы было действительно красиво, дружинники на ипподроме «Семь потов» проливают. Они учатся и со строптивыми лошадками лазить. И в седле держаться так, чтобы хоть отдаленно на предков походить. Вот Игорь – казак потомственный. Но несмотря на то, что его деды и прадеды буквально в седле родились, он к нему шел долго. Три года сел на коня, упал, боялся до 33-х лет коня, переодолел свой страх. Видите, исполняй. Чтобы исполнять совместно, а не по отдельности, добровольцы тренируются каждый день по несколько часов. И все ради нас с вами. Все делаем для того, чтобы выйти на улицы и заниматься охраной общественной порядкой верхом на лошадях, как положено казаку. Не пешим по асфальту ходить, а на лошади казак должен охранять общественный порядок. Кстати, патрулировать улицы города эти добровольцы будут не только на своем транспорте, но и со своим оружием. Шашкой, конечно, не помашут, но вот на гайку на пояс определят. Внутри на гайке находится железный такой стальной, вернее, пруд, обшитый кожей. Тут в конце на гайке вшита либо пуля, либо кусочек свинца. Правда, суровая на гайке будет скорее свидетельницей рейдов, но не участницей. Ее прихватят лишь для колориту, потому как применять физическую силу и тем более пускать в ход оружия даже против самых злостных и неуправляемых дебоширов волонтерам не велит закон. Казаков это, кстати, ни грамма не печалит. У нас нет такой, какой-то задачи, чтобы ввязываться в какие-то драки с кем-то. Я думаю, одного нашего присутствия, трех-четырех крепких парней на конях с нагайками уже будет достаточно для того, чтобы окружающие хулиганы даже если что-то хотели замыслить, уже бы, наверное, не замыслили. Вообще роль дружинников в этой истории можно назвать сигнальной. Их задача вовремя предупредить полицию о правонарушении или взять на себя роль понятого. Эта новая, точнее, хорошо забытая старая практика неплохо прижилась в других регионах. В Краснодарском крае, например, за покой населения в ответе больше двух с половиной тысяч казаков-дружинников. Причем их службу неплохо финансирует местный бюджет. Зарплата добровольцев чуть больше 20 тысяч рублей. Наши пока готовы служить родному городу безвозмездно. Пока о деньгах я вообще не думаю. Но если это будет, естественно, занимать практически все мое время, то, конечно, мне же нужно на что-то жить. Эта заметная дружина должна приступить к своей миссии после обучения в полиции. Хотя чему этих служивших ребят учить? Потому они уже репетируют. На неделе на месте страшной аварии казаки оказались даже раньше, чем полицейские и медики. Они же помогли водителю выбраться из искорежного авто. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек. Наше время.